Есть разные способы обучения собак команде Дай. В этом фильме показано обучение через принуждение. Харбор, ну это селище у тебя. Так, все, заберите у него рукав. Сидеть. Отдай, Дай. Отдай, сидеть. Чтобы у него забрать, не надо одевать этот рукав. Надо дернуть его поводком. Отдай. 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 Неправильное забирание предмета приучает собаку игнорировать команду Дай. Или наоборот, может сбивать собаке интерес к игре с предметом. Дай, 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 отпусти. Ну? Берите его за ошейник. Если вы говорите отпусти или дай, заберите у него. Сверху за ошейник чуть-чуть придушили. Ну, отпусти. Отдай. Ну, отдай. Отдай. Не дергайте, когда забираете. Просто спокойно душите его за ошейник. Теперь правильная техника забирания предмета через принуждение. Эта техника одна из возможных. Снимаете? Ага. Хорошо. Значит, вот эту подушку, ее нужно неподвижно зафиксировать, прям к себе прижать. Взять его за ошейник. Дай. И вы его просто насаживаете на эту подушку, чтобы она им ласточертела. Не хочешь? Дай. Хорошо. Хоп. Да, молодец. Хорошо. Хорошо, держи. Молодец. Так, дай. Хорошо. Хоп. Так, вот так. Вот, молодец. Хорошо. Хорошо, молодец. Хорошо. Ну, у меня он сейчас уже будет отпускать сразу. Сейчас вы будете тренироваться. Дай. Да, молодец. Хоп. Очень важно при обучении команде Дай не потерять интерес собаки к игрушке. После того, как собака отдала игрушку, надо возобновить игру и разыграть собаку до исходного уровня. Хорошо. Вот, молодец. Хорошо держать. Хорошо. То есть опять так же к себе прижимаем за ошейник. Эй. Хорошо. Игрушка неподвижна, чтобы его не провоцировать. Хоп. Как только пошло движение, он имеет право хватать. Хорошо. Да, вот так. Вот так, да, да. Хорошо, молодец. Дай. Хоп. Давай, давай, дай. Хоп. Да. Хорошо. Хорошо. Хорошо держу. Ой, ты молодец. Вот, молодец. Тихо. Хорошо. Дай. Хоп. Дай. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Спасибо.